Всем привет! Я хочу записать видео по поводу того, как мы сюда прибыли, где мы находимся, как сюда попасть, в какой санаторий. Если вам интересно, смотрите, оставайтесь с нами. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся, что-то менять. Как вам уже известно, мы собирались приехать в акваторию на лечение, с кипсованием. Я это рассказывала в прошлом видео, куда мы, зачем, как, на сколько. Но планы немножко шли не так, как мы планировали, так как у нас получалось большой промежуток, по финансам это все было сложнее намного, то здесь попал такой вариант, мы узнали про то, что можно попасть в акваторию на 17 дней, бесплатное проживание и питание. Это много как бы решало, мы подали документы, то есть я взяла, берется просто, я могу оставить перечень документов или ссылочку на этот сайт, то есть это по ОМС, по ОМС для России, то есть для этого бесплатно получается лечение, проживание, они попадают. Короче говоря, мы отправили свои документы в санаторий и тут же написали, позвонили к ним в следующий день. Мы написали и написали с тем, что, то есть в принципе мы согласны приехать, приехать, если нас будут быстро вызовут, вот на ускоренный вариант. Нам практически тут же на следующий день позвонили и предложили на 2 сентября, но так как у нас были документы еще не готовы у меня с паспортом, поэтому мы отложили и вот 14 сентября нам тут же позвонили, опять же так же призвали, сказали, что вы после 15 готовы, да, вот с 23 у нас есть путевка. То есть по факту получается, хотя наша запись пошла, хотя наша запись была на 2019 год, вот так вот. Но по факту они меньше, чем за неделю, они нам позвонили, сказали, что можете приехать. Мы за неделю собрали документы, пакет документов, там необходим был копия с НИЛС, полюс, справка с поликлиники, ну вот это направление на госпитализацию, используя поликлиники, анализы по факту можно не сдавать, анализы можно было все сдать и здесь. В принципе, ну ты их не проверял как таковой, вот, и даже как бы нам здесь был вариант, что хотите сдавать, хотите нет, но мы здесь только сделали кардиограмму потом по итогу, так как анализы мы сдали в поликлинике. Мы собрались, получается, 14-18, 18-го я получила паспорт, 20-го мы купили билеты, 21-го мы получили документы из поликлиники, поликлиника нам отдала вот это направление на госпитализацию, правда, там в ТЭК все, по факту немножко это все было заморочилось, намного дольше. А по идее там все это очень быстро, все легко делается, как бы я вот сколько спрашивала у других девочек по другим регионам, то есть Петербург вообще за день это все берут, и это все очень просто решается, вот. И по факту через 20-е часа мы уже сюда приехали, практически заселились тоже очень быстро, девочка ничего практически не проверяла, взяла на штуку направление на госпитализацию, то, что наши документы посмотрела, спорта отдала нам, заселила нас, это было воскресенье, и все, и с понедельника мы уже начали свои процедуры, и по итогу оказалось, что мы можем, можно так, через месяц, то есть ровно через месяц ты можешь опять попасть в этот санаторий, то есть этот месяц ты можешь пять, ну, как бы кто говорит, что вообще можно по ОМС пять раз в год попадать вот так на бесплатное лечение. Многие, кстати, здесь попадают также сейчас, переходят с одного лечения, то есть, например, вот сейчас вот заканчивают лечение в этом санатории, и мы тоже, мы этого тоже не знали, но вот теперь по факту уже тоже знаем, то есть как бы вот они, если подгадать так, что на другой санатории получается, что вот закончив лечение в этом санатории, можно попасть в следующее. Таких санаториев сейчас здесь три, Министерство обороны именно Глинка, ну, там немножко вот кто-то говорит, что сейчас там заселяют, я не буду врать, не буду ничего говорить, я там не заселялась, я не знаю, какое там питание, я не видела этого их стола, поэтому врать, что-то говорить, что там плохое, то есть со слов говорят, что там намного хуже питать, как кормят здесь, какое обслуживание, какие номера, то есть я уже как бы поставила, вы уже увидите, то есть как бы да, что вот здесь у нас происходит, то есть это намного все, или поставлю, я еще не знаю, как такой фильм выйдет быстрее, потому что времени нет, просто по времени, но по факту здесь есть интернет, интернет неплохой, но просто по времени получается у нас целый день забит с Ярославом, и вот еще Искра, в Искре еще говорят, вроде есть бассейн, и вот это санаторий, санаторий имени Крупской, он тоже оздоровительный, здесь все процедуры, процедуры я рассказывала, какие мы проходим, что мы делаем, то есть как бы это тоже вот, ну это так, информация, кому-то может быть это все на самом деле интересно, кому-то это надо, здесь очень много пенсионеров, вот кого-то какие-то, я даже не знаю, не буду есть из ортопедии, я так понимаю, есть и неврологии, они будут как бы утверждать, с чем они здесь лежат, но они вот находятся сейчас, хорошая погода, вот опять уже почти 8 вечера, вот такая вот сейчас опять потеплела, пока мы приехали, было немножко холодновато, сейчас здесь тоже очень так все неплохо, хорошо, нам еще здесь получается 10 дней, просто единственное, конечно, да, здесь немножко нюанс, здесь не все успеваешь проходить, потому что специалистов, то есть назначения много, а специалистов не хватает, поэтому не все детки, то есть здесь надо так прибежать и сразу бегать по процедурам, сразу быстро-быстро, значит, назначения успеть взять, чтобы выбрать, то есть успеть попасть в специалистов, еще вот такая фишка, но мы были всего первый раз, для нас это было пробное, также будем пробовать, экспериментировать, но в принципе море здесь вообще очень близко тоже находится, ну, я говорю, и номера по факту здесь тоже хорошо, поэтому если кому-то интересно, то вот можно использовать вот такое все-таки, хотя вот даже уже спрашивали, да, детки, кто, которые не кушают, не могут кушать им здесь блендаря, блендаря, то есть как бы здесь есть разный стол питания, это идет или общество, или идет специализирование, то есть для деток им их отдельное питание, если ребенок твой, какие-то есть аллергии там или еще что-то, в общем есть определенность питания, и плюс ко всему, по итогу здесь еще что хотела сказать и забыла, ну, вот так вот, информации много, просто успеваешь, не успеваешь это все обуять, не успеваешь это все перекрутить, так что если я буду вспоминать, что по факту я буду вам еще записывать и выходить в видео, если вам интересно, то подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, спрашивайте, я отвечу на ваши комментарии, если не под видео, то в следующем видео, по факту, если какой-то по санаториям, каким-то интересующие вопросы, то есть как бы, спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok